В эфире программа «Городские встречи». Здравствуйте! У нас в гостях сегодня уполномочен по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина. Здравствуйте, Екатерина Борисовна. В чем заключается работа уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области? С кем вы работаете, взаимодействуете, контактируете? Спасибо за вопрос. Законом наделены полномочия уполномоченного по правам ребенка мне. Я ежедневно защищаю, помогаю детям и семьям с детьми. Вообще, мое кредо по жизни – если можешь, помоги. Вот тем я и занимаюсь. Вопросов много, проблем много. Если так немножечко повернуть назад, то вот за прошлый год, за 2016 год, у меня было 1760 обращений. Это немало. А если считать вот за первое полугодие этого года, то уже 920. То есть в этом году, скорее всего, будет больше, чем в прошлом. И каждый год количество растет. Может быть, ввиду того, что раньше просто люди не знали об институте уполномоченного по правам ребенка. Я не знаю даже, с чем это связано. Но это так. С кем я взаимодействую? Я взаимодействую со всеми службами, со всеми ведомствами в регионе. Это первое правительство Рязанской области, губернатором Рязанской области. Я очень тесно работаю и сотрудничаю взаимодействием с прокуратурой области, с УМВД, следственным комитетом, судебными приставами. Потому что это порядок общения с ребенком, это алименты, а у нас большая проблема, это Роспотребнадзор, Русско-Православная Церковь. Совсем недавно заключили соглашение с Фондом социального страхования, потому что это, опять же, дети-инвалиды, а у нас их 3500 детей, и у нас возникают проблемы. Вы в этой должности уже шестой год. Вот за такое долгое время наверняка есть какая-то статистика, с какими проблемами чаще всего обращаются, и вообще вот от кого или от чего приходится защищать детей? Вы знаете, я сразу скажу, что детей защищаем от взрослых людей. И как это ни прискорбно, и от родителей в том числе. Если бы взрослые вели себя правильно, не обижали бы маленьких, то у нас и проблем бы не было. Что касается семей, у нас много проблем. Конечно же, как бы мы ни говорили, но главные защитники по природе, главные защитники ребёнка – это мама и папа. У нас много примеров, когда недолжным образом себя родители ведут. Вот и вчера, уже на слуху, мама потеряла ребёнка. Забыла. Своего ребёнка, ещё совсем маленького, забыла. И нашли её сотрудники полиции в компании. Такое, к сожалению, есть. Я только хочу сказать, что что можно сделать в такой ситуации? Взрослым людям не быть равнодушными. Если слышим за стеной, ребёнок плачет подолгу и неестественно, то надо насторожиться и сообщить в определённые органы. Значит, с ребёнком беда. Нельзя проходить мимо, когда ребёнок плачет, когда растерян. Значит, что-то у него случилось. Тем более, если без присутствия взрослых. Это совершенно недопустимо. И это совсем ненормально и неестественно. Я знаю, что, например, церковь ещё недавно была против создания в области уполномоченных по правам ребёнка. Вот с чем это связано? Ну, было такое. Это в то время, когда уже был проект закона об уполномоченных по правам ребёнка на выходе, к обсуждению. То и не только Русско-Православная церковь и другие сферы были против того, чтобы у нас институт уполномоченных по правам ребёнка был и работал. Но связывали это с тем, что уполномоченный по правам ребёнка придёт и будет просто продвигать ювенальную юстицию и забирать детей из семей. Но практика показала, у нас никакого противостояния нет. И более того, у нас заключено соглашение о взаимодействии. Мы проводим вместе мероприятия. Мы посещаем сложные семьи. Посещаем приёмные семьи. И вот в новогодние, допустим, праздники мы это практикуем. То есть у нас контакт совершенно определённый. В последнее время много говорят о том, что органы опеки без причины забирают детей из семей. Вот как обстоит дело в Рязанской области? Знаете, органы опеки подчас представляют таким карательным средством. Но это далеко не так. Конечно, и на специалистов органов опеки и печительства у меня тоже есть жалобы. Как и в любой сфере, всё зависит от человека, который занимает ту или другую должность. Будь то сфера здравоохранения или культура, всё зависит от человека. И органы опеки и печительства тоже не являются исключением. Но в целом они ведут государственную линию. Они стоят на страже благополучия детей. И я знаю очень много сотрудников, специалистов органов опеки и печительства, которым просто хочется поклониться в пояс. Просто человек с большой буквы, что называется. У нас в регионе мы отбираем, конечно же, детей. И за 2016 год у нас было 17 отобраний. Но дело в том, что это всё было на законном основании, обоснованно. Просто была такая необходимость, когда детям урожалась жизнь и здоровье. По-другому просто тут быть не может. Я лично против вмешательства в семью. В каждой семье свой уклад, свой порядок. Но только до тех пор, пока это не граничит с уголовным кодексом. Пока нет опасности здоровью и жизни детей. Более того, у нас 17 отобраний было. И в последующем решения судов подтвердили правильность действий специалистов органов опеки и печительства. То есть тех мам лишили родительских прав. Ну а суд просто так... Да и органы опеки и печительства никогда не придут и просто так не будут забирать детей. Это просто мы можем наблюдать в каком-то шоу-программе. Вот пришли и забрали. Нет, такого не бывает. Более того, когда вот эта тема стала на слуху, и президент Владимир Владимирович Путин поручил Анне Юрьевне Кузнецовой на местах создать рабочие группы по контролю за отобранием детей. Мы тоже самое это сделали. У меня тоже есть рабочая группа. В нее включены и специалисты всех сфер здравоохранения, и образования, и соцзащита обязательно, общественная организация. У меня много общественников русской православной церкви. Екатерина Борисовна, тем не менее, куда и кому нужно обращаться в тех случаях, если за ребенком нет присмотра, и это видно, если родители занимаются собой? Что делать в таком случае? Такое бывает, я только прошу, что не надо молчать. Надо сразу об этом говорить. Значит, есть служба системы профилактики, целая служба. Это УМВД, это соцзащита, значит, уполномоченные по правам ребенка, комиссии по делам несовершеннолетних, органы опеки печительства есть в каждом районе. И, естественно, в городе, на улице Ленин, 35, то же самое, все это есть. Поэтому только не надо молчать. Об этом надо говорить. И много случаев бывает, когда просто люди сообщают, что там-то, там-то, вот обратите внимание, все мы проверяем, и факты подтверждаются. Крайне редко бывает, когда просто напрасно или звонок, или же какое-то сообщение. Крайне редко. А зачастую обычно подтверждается. И, конечно, к уполномоченным по правам ребенка всегда можно обратиться. Телефоны и на сайте, и я могу их назвать, 27 44 34 и 27 44 57. Мы ни одной жалобы, ни одного звонка, ни одного сигнала просто так не пропускаем. Мы обязательно реагируем на него. С чем люди обращаются вообще в целом? Жилищный вопрос. Вот если смотреть по порядку, то больше всего, конечно, с жилищными. Это семьи с детьми хотят улучшить свои жилищные условия. Или просто после развода, допустим, собственность Балапина разводится, и папа выселяет бывшую жену с ребенком на улицу. Что делать? Тогда, конечно, связываюсь, и вот уже с Николаем Викторовичем на эту тему говорили, и получено было добро. Конечно, в таких случаях на улицу никто никого не выбросит. А, конечно, какое-то жилье крышную до головы предоставят. Поэтому самые разные вопросы. Алименты, порядок общения с ребенком. Опять же, тут моральная сторона. Тема разводов, она очень сейчас актуальна. Тема разводов. Когда дети становятся разменными. Сразу говорю, что я не признаю гражданский брак. Надо делать так, как полагается, так положено. Вот пожили гражданским браком, ребенок есть. Папа признал ребенка, но и не жена. Ну, может быть, подруга, может быть, любовница. Я не знаю кто, но не жена. И очень быстро в чем-то не угодило или нашел интереснее вот на сегодня. И все, он оставляет женщину с ребенком. Собственность его и угла уже в этой квартире для нее нет. Я все равно думаю, что когда жена, это совсем другой подход, это статус совсем иной. И так должно быть. Люди разводятся, потом папа хочет насолить маме. И подает в суд, чтобы определить порядок общения с ребенком. А мама не дает, она говорит, да он не стоит того, не дает ребенка общаться. Все, ребенок становится разменной монетой. Папа буквально задаривает подарками. Подарки эти или выбрасываются, или же каким-то образом, может быть, в детском саду, передают подарки. Ребенок всей душой прикипает к папе. И вот между мамой и папой, а он также любит и маму, и папу. Я просто хочу, чтобы взрослые люди немножечко поставили себя на место вот этого маленького ребенка. Но еще хуже, когда вмешиваются в этот процесс бабушки. Тут никакого слада нет. Я иногда по два часа сидим, разговариваем. Вот бабушки уже моего поколения, вот говорю, мы с вами одного поколения. Но вот представьте себе на месте, вот вы сноха. Но все равно, когда у меня уже, не уговоришь и не убедишь, когда у меня уже все резервы заканчиваются, я просто говорю, сходите в церковь. Вам надо сходить в церковь. Вы не на правильном пути. Церковь – это, конечно, уже очень хорошо. Но вот как и со стороны закона предотвратить такие ситуации? Может быть, брачные контракты сейчас очень популярны? Вы знаете, я все равно считаю, что здесь просто надо быть людьми. Ну, никакой закон. Я всегда говорю, как только вы переступите порог суда, у вас отношений добрых уже не будет. Сядьте, договоритесь по-человечески. Только так. А суд примет решение. Ну и что? А потом вот или мама не дает ребенка, или папа увозит ребенка еще хуже. У нас и такие случаи были. Папа увозит еще не только в другой регион. И у нас даже в Испании один ребенок появился. И мы его потеряли. Мама страдает до сих пор. Папа живет в Испании с ребенком. Мы все делали для того, чтобы вот это предостеречь. И в миграционную службу сообщили, что возможно такое. Но через Украину, в багажнике, в автомобиле. И вот была у нас такая... Просто сюжет для кинофильма. Была у нас такая история. Истории самые разные. И тем не менее, я опять же говорю, просто надо оставаться людьми. Ну развелись. Ну не получилось. Ну что же, жизнь не заканчивается. Но надо максимально сделать. С одной и с другой стороны, чтобы ребенок чувствовал себя нормально. Не ломать его, психику его не ломать. Екатерина Борисовна, спасибо вам большое за беседу. Успехов вам в вашей работе. Телезрители напомнят, что в гостях у нас сегодня была уполномоченная по правам ребенка в Рызанской области Екатерина Мухина. До новых встреч в эфире.